Вас интересует территория? Да. У нас дрочит, но... Господи, больной человек, блядь. Господи, прости. На данный момент происходит правовая и юридическая коллизия. В стадии апелляции некоммерческую организацию ликвидировали и исключили из реестра налоговой. Они только через заборы лазят, ломают будки, ломают вольеры. Я не знаю, какие-то разрушители, оцепляют собак, чтобы они дрались. Ну, сколько можно? Ломанные ворота. Кто их сломал? Мы не ломали. Показательная помощь. Привезли корм, сфотографировали и загружают машину. У нас дрочит, но... Ай, какие молодцы. Хорошие помощники, помогают собакам. Помогаем. Руки уберите. У нас дрочит, но... Ведра с непонятной субстанцией. Щенки очень сильно визжали, как будто им нанесли травму. У нас дрочит, но... Никто никого не дрочил? Я днем здесь был, трупа не было. Стеснялся, что ли? Это не первый раз труп подбрасывается. Если они обнаружили труп, почему они полицию не вызвали? Ну, ликвидировали же незаконно, апелляция идет, не имели права. Так они возвращаться будут через весь город и могут покусать кого-то. Опять подзаборные посетители? Как вы вообще сюда проникли? Я лично через забор. Город ему ответил, ребят, денег нет, но вы держитесь. У нас дрочит, но... Как с этими людьми дальше работать? Чего ты меня стесняешься? Травм нет, истощения нет, падежа нет, ничего нет. Жестокое обращение нет? Нет. 142 собаки. Человек кормит? Вас интересует территория? Да. Абсолютно верно. У нас дрочит, но... Это да, действительно так, я узнавала. Не было ни виса, ни ответчика. Нас ни о чем не оповестили. У нас дрочит, но... У нас дрочит, но... Хорошо, я вашу позицию полностью поняла, вы мне доступно объяснили. У нас дрочит, но... Ох, как здорово. Осталось еще кого-нибудь петь, научить вот как раз... На шее сейчас залезет. У нас дрочит, но... Ну, такие у нас есть собаки. Я даже уже не боюсь. Тут не упакуй его и любишь, я от Садыкова так вот люблю. У нас дрочит, но... Они привели участок в порядок, они им сказали, все, до свидания, забираем участок. Спасибо за аренду. Девушки, милые, на канале Сургутнадзор 17 видео про приют. Вся правда. Вас интересует территория. Они выбирают участок позагаженнее. Взымают аренду. Взымают аренду, да. Штрафные санкции. А потом передают документы в суд, и когда человек убрался на участке, ему просто взымают участок. Класс! Супер бизнес. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да. Это с вас надо штраф взымать. Как всегда, второй участок выделен замусоренный, без акта передачи. Ну, тут еще нефтяные разливы. Мусорки, ямы, фундамент какой-то. Ямы, да. Тут вагончики стоят какие-то с собаками. Тут собаки бегают. Это все приписали нам, естественно. Что это все наше. Мы за это должны нести ответственность. Вот Антон ты такой, а. Уже, она тебя баба твоя держит, а. Давайте, давайте. Все, я больше не отойду. Давайте, говорите. Ну, а как его баба держит? Давайте, давайте. О, блин. Про бабу мою давайте. Я бы выгнала тебя уже давно. Правильно, правильно, правильно. Кошмар. Это как она терпит тебя столько лет, наверное, еще. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Как жизнь? Нормально? Тут говорят, ты истощенный. Это правда? Во. Что говоришь? Во, во, во. Я так же думаю, правильно говоришь. Разве истощенный так лает? Только на любовь действует. Только на любовь действует. А где Ирина Богданова? Здравствуйте. Сегодня будем пальцем тыкать спину или нет? А пальцем не хотите спину тыкать? Нет. Вы меня сейчас пальцем тыкнули, да? Так, да. У меня к вам просьба, не тыкайте больше людей, не подходите к ним сзади. Меня просто удивляет ваше отношение. Ну, я же вас пальцем не тыкаю и спину. А вы меня сейчас пальцем тыкнули, да? Так, да. А какой палец-то, господи, блядь? Еще и материтесь. Это что, это вот такой дегалог, да? Вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да, подходить, а потом говорить, что вам кажется. Вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем спину. Я вас тыкнула. Я тыкнула. Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканем докопались? В смысле отойдите? Я же вам не говорю, отойдите. О, первый раз, первый раз, пожалуйста, прозвучало. Я ждал. Благодарствую. Обращайтесь. Вот она ваша культура общения, девчонки. Смотри, а то пальцем ткнут спину. Не лайк так сильно. Молчим. Молчание честный ответ. Ирина тоже на контакт не идет. Не разговаривать, пальцем не тычет. Что-то как-то неинтересно даже. Ладно, это еще непростительно. Вы что, вместе там сговорим все? Деньги делите? Нас интересует территория. Да. Подумайте хорошо все. Нас дрочит, мы дрочит. А ты щенков не забирала? Забирала. Забирала. А куда ты их делала? Бьют, пожалуйста, больше не приходи. Бьют, да. Почему мы за этих щенков отчитываемся документы у тебя? Нас дрочит, мы дрочит. Последний раз полиция задержала четверых волонтеров. Тихо. Первое предупреждение было. Он неправда. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3. Не выполнение законных требований сотрудника полиции. За то, что они проникли на территорию и дестабилизировали работу приюта. Мешали проведению проверки ветнодзора. С теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Маска на таком мероприятии – это признак участия в банде. Я хочу, чтобы вы это сняли, товарищ Булгаков. Телекан у нас там. Булгаков, адвокат делал. Ты в Бога веришь? Не надо мне камеру в лицо пихать. Во-во-во-во-во. Зачем, Рубав, пригласил нам заниматься? Вы тоже журналист? Мы запрещаем снимать нас на камеру. Мы не разрешаем вам снимать нас. Почему? Я не хочу. Вместе запрещаем. Вы не дома. Не надо разговаривать с тобой. Для разрешения дала нас елку. И что? Я тебе не разрешаю себя снимать. Вы не хотела себя снимать? Да убери камеру. Ты мужик или кто? Камеру убери. Уберите камеру. Уберите камеру. Не снимайте меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Я еще раз прошу. Уберите камеру. Снимай! Дом, закрой, мразь! Ой, как нехорошо. Как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Я мать четвертых детей. И вчера действительно позвонили с опеки. Поэтому они все убирают. Я же вам объяснила. Да не говорите все одновременно. Я же вас не слышу. Я вам один раз объяснила. Это не история. Поэтому они все убирают. И так каждый день. Вот такой вот первый раз. Девчонки, я же вас не слышу. Вы все одновременно говорите. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает. Только птички поют. Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. Я не поверну. А вас это устраивает? Да и меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги. Я работаю. Как ваша рука? Зажила? Да. Да. Спина тоже потом очень зажила. Когда мне его сломали. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист так и так. Я понимаю, что если камеры выключат, я отбить начну. Молодой человек, а зачем вы зашли на территорию? Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Вообще не реагировать никакой реакции. И потом... Еще я с кашлем с таким. У меня пачка документов, доказывающая обратное. Официальные документы. А у вас все на слова. Так пойдемте сейчас. А зачем? Я хочу каждый день приходить. А, вы хотите. Вы хотите. То есть это ваше желание. Это мое желание. А почему вы вот на этот участок не ходите? Опять заходят. Выходят и заходят. Прям как мультики. Ломают калитку. Начался вандализм. Я никого не защищаю. Я в шоке. Я освещаю. Справа не ваша территория. Незаконное проникновение. Вызывайте полицию. Вызывайте еще раз. Вызывайте. У нас все видео есть. Вызывайте. Жестокого обращения с животными нет по факту. Пойдемте, я покажу сейчас. Это не мое мнение. Это мнение ветеринаров. Я сейчас покажу вам, что есть жестокое обращение с собаками. Есть заключение. Не надо на меня кричать. Это мнение ветеринаров. Мы сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными. Вы что, совсем бредя. По поводу чего? Мы сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными. Вот полиция присутствует. За того, чтобы воды налить, они бегают с камерами. За нами. Они бегают, снимают репортеры. Они провоцируют специально. У вас столько денег, и слышно. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги. Бросим покинуть территорию, они не покидаются. Два-три раза в неделю к нам приезжают следовательный отзор, прокуратура, наши там все знают. Вы везде, везде у вас нарушения. Вот эти люди пишут в жалобах. Так покажите документ, что есть нарушения. Подожди. Документ покажите. Документ. Следовательный отзор, так вот позвони. Вот наши, вот их документы. Но мы сейчас можем за жестокое обращение. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждается, что нет никакого жестокого обращения. Опять Геер, Ольга, как ты? Муравьева, да? Вот. И вот, что у нас тут такое. Сломанные ворота. Макс, мы их не ломали. А кто их сломал? Ну ты приехал, они валялись. Да? Мы их не ломали. Так я приехал, вы были там. Кто их сломал? Мы не ломали. Оля, я приехал, ты сейчас сама сказала. Ты приехал. Зашли. До того, как я приехал. Мы зашли. Оля, до того, как я приехал, вы были на территории. Да ты что? Потому что ворота были. Я два часа назад приезжал, закрывал тут все. Я откуда знаю, кто ворота открыл. После нападок очередных вашей шайки. Какой шайки? Вашей. Смотрите на человека. Да, смотрите, привет всем. Мои люди плачут по нему. Ага. Диагност. Оля, диагност. Ну еще что-нибудь скажи. А что тебе сказать? Почему вы собак не принимаете? Вот, давай, давай, Оля, давай видео запишем. Почему ваше верное сердце не принимает собак? Я давно себе сделала это. Ну, был с больными людьми не общался. С больными? Ты смотри, какой медик. Выйдите отсюда, она. Кто там? Розихина? Вот опять ходят. Опять что-то раздают собакам. Я не удивлен, что у нас потом собаки отцеплены. И потом драки у нас. Мак, они у тебя отвязаны без цепи. Да ты что? Видео было скинуто. Собаки голодные, они внусят. Ой-ой-ой. Сколько раз заходила, а этот вообще бегает с этим. Да ты что? Кто еще бегает? А? Кто еще бегает? Вот со стороны даже видно, они все бегают. Кто бегает? Хоть меня сломали. Кто их сломал? Мы не ломали. Хоть меня сломали. Мы не ломали. Он не сломался. Он не сломался. Браво. Это есть на видео. Он не сломался. Что ж мы такое запретное делаем? Собаку кормим и поем. Да я не знаю, а чем вы их тут кормите. Ну вот, видишь, чем поем. Сфотографировали корм, увезли. Да, есть это на видео. Если бы мы увезли, собаки бы не сидели так тихо. У вас что, хозяева ваши вас бросили, и вы не знаете, что теперь делать, да? Ольга, Железняк уехала из Турбута, да? Руслане Королевой вы не нужны. И вы теперь думаете, что вы вот этой вашей компашкой, вы сила, да? Что? А, Оля? Говорят, ты теперь директор будешь, да? Верного сердца. А сердце-то хотя бы есть, а? Вот, молчим, да? Сказать-то нам нечего. Сказать нечего. Год назад была рабочая встреча, мы готовы передать собак. А вы все пакости делаете, делаете, и ничего вы не делаете больше. Почему вы отказались от земельного участка на автомобилистов? Вам город 4,5 миллиона, потому что не дал, да? А без денег-то вы ничего не можете. Зато деньги вы собираете регулярно, по сей день. Руководства ваше нету, организация ваша уже вроде как бы и не действует, а деньги вы собираете. Молодцы какие. Я с тобой разговариваю. Стой, стойте, сейчас поднял, поехали. Сейчас я прокуратуру буду тобой занимать. Господи, больной человек, блядь. Господи, прости. Маленький. Сегодня 3 августа 2020 года. В 18 часов опять к нам приехали Мурзина Ирина, Гузенка Ирина и неизвестная мне женщина. Мы проникли на территорию приюта через траншею, уже не через забор. Забор, слава богу, не сломали. Через траншею проникли на территорию приюта. Когда я приехал, я прогнал оттуда. Потом они стали собираться, начали уезжать и... Показательная помощь. Привезли корм, сфотографировали и загружают машину. Мы, когда я сегодня фотографировала, успокойно. Ай, какие молодцы. Вот, вот. Вот хорошие помощники. Помогают собакам. Да? Да, заказайте. Мы бы не помогаем. Руки уберите. Мы приедем, а попормим сами. Конечно, приедете, приедете. Да, в отдел полиции. Прямо сейчас поедем. Что делать? Фольксваген. 733. Вот она, Мурзина Ирина. Вот ее, Хонда, которая уже известна. Делал полиции. Жемьянов, неадекватный человек. Сига, нехабильный человек. Конечно. Вот, и мне потом скинь это видео. Вот. Вот. Вот он тебя ведет. Он адекватный? Тебя показать? У меня сейчас с собой пачка документов на тебя лично. Которые в прокуратуру поедут. Здоров. Я тебе еще на работу заеду на днях. Я уже был там у тебя на работе, я еще раз заеду. У тебя уже и штук там. Да, хорошо, давай. Ты уже приду. Да, ты под машину осторожно не попади. Вот машина. Вот она опять, Мурзина Ирина. Эту женщину я не знаю. Вот так они помогают. Вот такая вот от них помощь. Воду наливаем. Да, молодцы. А вам администрация сказала, куда собаки пойдут отсюда? Сказала. Да, куда? Все сказала. Давлетову? А вы-то и рады этому. У него лучше, чем у него. Да ты что? Сколько ты лично сама оттуда собак выводила? Скажи. Сколько? От Давлетова. Одного. Сколько ты вывела? Лично ты выводила. И сейчас вы утверждаете, что там лучше. У него в прошлом году пойдешь полтысячи. Устакойся. Никто не пойдет к Давлетову. Конечно. Собаки пойдут под нашу опеку. Устакойся. А где, кстати, где ваше руководство, которые про протокол сказали, что они готовы принять собак? Ну, руководства в данный момент нет, как ты видишь. А где? Мы примем собак с удовольствием. Передайте нам собаку. Принимайте. Передайте. Вам дали землю. Вы что на ней ничего не делаете? Завтра сделаем. Ты не осведомлен. Да ты что? Я там бываю постоянно. Ты не осведомлен. Пролезли опять через забор. Причем прошли через траншею. Вот эта вот девушка и Ирина Мурзина. Прошли через траншею. Ты мешаешь нам кормить собак? Да ты что? Тебе кто-то разрешал собак кормить? А в куче, что собаки все в собственности? Собаки в собственности для начала. Как это? Они бесхозные собаки. Да? Собаки бесхозные. Ооо. Какие умные люди у нас пошли. Диночка, ну покажись, покажись. Что ж ты? И намордник-то не снимает. Вот. Вот она вся. Вот они какие у нас. Зоозащитники. А как вас зовут все-таки? А? Вот девушка тоже. Хексагин. 733. Наверное, меня сейчас собьют, да? Опять как всегда они любят это делать. Хексагин поло. Как сказали инициаторы заявления. Вот Ирина Музина и Анна. Вот Анна меня сбила. По за прошлой неделе вот тут. Здравствуйте. Владимир Садыков уже уехал. У нас дрочит. У нас дрочит. У них не поступало. Видите, они нам написали. Как же так? Что меня, в спину опять не буду тыкаешь? В спине указано в земельный участок. Они запасили 4 миллиона. 4 из которых у нас пишут. Вот это какой-то я. Это то, чтобы собрать людей, которые им вообще не мешают. Они даже не на участке. Подождите. Они по краю участка. Плиты были на участке. Они по краю участка. На границе. На границе. Грубо говоря, за границей даже. И они написали заявление, чтобы убрали плиты. Да. Я ничего не понимаю. У них договор не заключен на этот земельный участок. Поэтому они не заключили его. Землю-то им дали. Они его на руки получили. Они его опубликовали. Целевое изменили в этой земле. Все поменяли. Они этот договор опубликовали. У себя в комитете начали собирать денежные средства. Потом написали в администрацию уберите плиты, которые там вообще никому не мешают. Вообще никому не мешают. И взяли, и все. Мы не будем заключать. У нас нет земельного участка. Мы собак принимать не будем. Зачем вообще вот это? Сегодня была мною лично инициирована встреча. В обратном свет. В собрании. Вчера опять к нам проникли люди из организации «Верное сердце». Мурзина Ирина, Анна Тимофеева, Алена Амосова и Наталья Гудымова. Раздавали что-то с собакам. Ладно, когда они кормили их кормом. Там в мешках действительно корм. Но когда Алена Амосова начала носить ведра с непонятной субстанцией, я начал переживать за животных. Тут же я позвонил в ветнадзор. Сказал, что я требую, чтобы сегодня, ну то есть вчера это было уже на сегодня, чтобы они сегодня приехали с городской ветеринарной службой и проверили моих собак. Состояние здоровья и на травмы. Так как вчера, когда они заходили в вагон, у нас там два щенка, и щенки очень сильно визжали, как будто им нанесли травму. Сегодня также приехал сюда Владимир Садыков. У нас дрочит, но он уже был? Он уже сбежал. Когда я ему начал задавать вопросы, он просто отвернулся. Я уже начал настаивать. Владимир, скажите, пожалуйста, почему вы, когда якобы проводили проверки у нас, вы не предоставили ни протоколов, ничего. А я кричала, Юра кричала. Вас интересует территория? Да. Вас интересует территория? Да. Ну что, вот потом скажет. У нас дрочит, но. У нас дрочит, но. А сейчас, вот когда попросили вас поприсутствовать, вы убегаете. Пожалуйста, обратитесь в наш адрес письменный, чтобы мы понимали, с кем мы имеем представление. Вы имеете прекрасное представление, с кем вы разговариваете. На ваше обращение ответят довольно-таки исчерпно. Вы прекрасно понимаете, с кем вы разговариваете, Владимир. Скажите, пожалуйста, вчера Ирина Мурзина сказала, что вы передали по телефону, что она имеет право заходить на территорию и делать там все, что угодно. Было такое? Они возьмут собаку. Это есть на видео. Она сказала это. Они будут подвешены. При сотрудниках полиции было такое? Вы говорили, что она может заходить на территорию? Всего доброго. Что всего доброго? Почему вы так? Нет, Владимир, давайте не до свидания. Вы здесь находитесь как должностное лицо сейчас, да? Почему вы уходите? Что нас интересует территория. Ну что, я знаю, что нас дрочит. Покажите мне, пожалуйста, протоколы, которые вы составляли при якобы проверках. Вы можете обратиться в наш адрес письменно. Вам исчерпнули. Когда вы приходили к нам с проверкой, почему-то не было от вашей стены ни письменного, никакого обращения, ничего. Если вы не согласны с нашими действиями, вы можете их обжаловать. У нас дрочит, мне дрочит, но. Спасибо. А с вашими фразами, которые вы порой говорите, как будем? Нет, то есть вы уезжаете вот так, да? Вот у нас вот так вот чиновники. Народом не избранные. Покидают, да? И вот так еще хмылочка такая. У нас дрочит, мне дрочит, но. Вот. На какой-то непонятной машине. Уезжает Владимир. Снимал это все на видео, прям настаивал. Владимир, говорю, а где документы? То-то-то-то-то. Вы можете отправить нам запрос, как он любит отвечать на любые поставленные ему вопросы. Я говорю, почему-то, когда вы бы приходили к нам с проверкой, вы ни одного протокола не составляли, ни на месте, нигде. Я говорю, вы у себя в кабинете это все делали. Он говорит, вы можете отправить нам письменный запрос, я вам отвечу. Я не имею понятия, с кем разговариваю. Я говорю, вы прекрасно знаете, с кем вы разговариваете. Мы с вами только за прошлый год виделись больше десяти раз. И он, я не знаю, и водителю своему сказал, поехали, сел в машину и уехал. У меня есть на это видео. Я скину потом это видео. У нас дрочит, мне дрочит. Никто никого не дрочил? Нет, я ему сказал, а что, фразы, товарищи, золотые, не будут больше летать по интернету. Он с такой ухмылкой сел в машину и уехал. Постеснялся, что ли? Наверное, не знаю. Так что сейчас пойдем с городским ветеринарным службем, пойдем посмотрим наших собачек, что опять случилось у нас. Да, бро. Скандалисты, я так понял, разъехались? Да. Тарас, как я понял, заснял видео, как собаки рвут насмерть собаку. Потом он скинул это в чат, вот эта организация «Верное сердце». Сюда приехала Гузенка Ирина. На видео есть, как они подъезжают к месту, где якобы лежал труп собаки, что-то там делают и уезжают. Как бы я днем здесь был, трупа не было. Когда я уже потом после этого все приехал, ну... Но на видео есть, как они там проходят и что-то делают. У нас песок закуплен с начала июня месяца. Мы не можем не отсыпаться, ничего сделать не можем. Вот даже смысл ремонтировать не можем никакого. Сейчас надо экстренно что-то начинать либо строить, либо куда-то девать собак. Потому что еще месяц и все, уже начнутся дожди. То есть это опять болото здесь выплывет. А потом уже, извините, зима. Потом уже мороз. Мы берем собак, мы не берем собак, потому что у нас нет земли. Земля есть, у нас некуда их деть. Но начинается вот это. Мы же как-то переехали сюда тоже, не знаю. Вон добродея, пожалуйста, как-то переехали. За две недели построили и вольер, и забор сделали. Девушки перевезти. Сколько там, 60 у них собак? 60 собак. Девушки. У них мужик, у Дима был мужик и то раз в неделю. Перевезти 60 собак, сделать им будки, сделать забор. Где-то надыбать вагоны. Электричество надыбать из воздуха просто. А эти ничего не могут. Ну, у них благотворительный фонд. Они собрали кучу денег. Они только через заборы лазят, ломают будки, ломают вольеры. Я не знаю, какие-то разрушители. Оцепляют собак, чтобы они дрались. Ну, сколько можно? По трупу что-то предпринимали вы? Ничего не предпринимали, он пропал. Куда, как пропал? А я откуда знаю, как он пропал. Был, судя по видео. По видео был. Есть видео, как Тарас подъезжает туда. Самого трупа фото есть? У них есть. У них есть это на видео. Они выставляют видео. Почему вы не сфоткали? Кого? Похоже на труп. А где он? А с чего вы взяли, что это был труп? У них на видео есть. Они везде распространяют, что это труп. Но их видео есть, да? Да. У них видео есть. Давайте вернемся к нашему вопросу. Отвлеклась по телефону. Значит, вы сейчас подали заявление на опять аренду, как от Хорта, на муниципалитет города Сургута. Они вам уже отказали? Или у вас еще нет ответа? Они написали, что нужно освободить земельный участок, и можете заявляться. Да. Снова. Так как, типа, на нем обременение... Написано, что от Фомаги на ответ был, и это там Азовый был ответ. Два заместителя города. А вы можете добавить к ним еще какое-то там, не знаю, ходатайство о том, что Хорт не имеет никаких претензий к данному участку, чтобы... Мы напишем, хорошо. Я думаю, да, для того, чтобы какие-то точки соприкновения были. Я не знаю, что... Ну, можно же найти какой-то вариант. Так, хорошо. А у вас по Берегине уже все, все закончено? Ну, она ликвидирована. Мы, как бы, не будем, наверное, пытаться ее восстанавливать. Смысл нет. В смысле ликвидирована? Апелляция же идет. Ну, апелляция идет, но я не думаю, что ее восстановят, потому что было письмо от администрации города в лице Садыкова. Она сдрочит, но... Он лично написал в Минюст, чтобы нас ликвидировали. Как-то тут... Ну, ликвидировали же незаконно, апелляция идет, не имели права. Правильно, да. В течение какого времени апелляция должна быть? Три месяца. Администрация тоже сказала, что у них три месяца сейчас будут вот это вот... Волокиты они будут сейчас вот это, а там как раз получается зима. Три месяца это до какого получается? А, так, мы встречались в середине июля, получается середина августа, середина октября. И дальше что? А дальше неизвестно. Дальше пока неизвестно, да. Но она пока в июне тоже. А в октябре что? Привезти собак к зданию администрации, привязать там. Пускай они в здании администрации запускают и греют их там. А какие еще варианты? Здесь вот их выпустить не имеем права. Так они вернутся, конечно, они найдутся. Они не уходят никуда. Вон эти вольеры наломали, они же никуда не уходят. Так они возвращаться будут через весь город и могут покусать кого-то. Пойдемте посмотрим. У нас уже имеется такой опыт, у нас бублик так пришел с Заячьего острова. С той стороны, да, можно зайти? Вы хотите здесь откроем? Да нет, как вам, может, вам неудобно закрывать-закрывать. А у вас сейчас сколько собак? 140, ничего. 140. Это не первый раз труп подбрасывается. Причем никакого ответа по тому трупу не поступило. Они не принимают их, они не хотят. Они как прямым текстом говорят, нет, мы не примем. Здорово! Муж Анны, вот этой, вчера был тоже, он все на телефон снимал. Мы там матом с ним разговаривали, потому что он мне сказал за слова ответить, а у него просто, говорит, давай, бля. Вот, когда я ему задал вопрос, я говорю, ты, говорю, как, сюда, зашел, это я, говорит, там, говорит, через забор, говорит, через дырку заборит. Опять подзаборные посетители? Ага. Тебе не стыдно вот так, по идее? Не стыдно? Ужасы просто. Хорошо, давай спокойно поговорим. Вот эта провокация вся для чего? Собакам нужно ее питать? Да. А будки не давать? Вам помогают, кормят. И как вы вообще сюда проникли? Я лично, через забор. Через забор? Да. Вот, это видео, по-любому должно быть выложено. Хорошо. Да? Вы же тоже снимаете. Ты снимаешь? Да. Ну, замечательно. А зачем будки они ломают? Вольеры зачем они ломают? Не ломал никто. Зачем заборы ломают? Абсолютно никто не ломал. Если бы они не ломали, они бы сюда запускали. Никто не воровал собак? Да? Да. Точно? Вот открутили саморез. Потому что вот через второе леску откручиваем доску. Вот эти же он целый. Они даже саморезы откручивают. Ну, блядь, да. И здесь все закручивается. Бери руку. А где место, куда труп подкинули примерно? Ну, пойдем там покажу. Так, Максим, подскажи, где был подброшен труп примерно? Ну, судя по видео, то есть вот следы автомобиля, вот с камер наружного наблюдения мы посмотрели, Тарас на своей машине вот сюда подъехал, вот сюда вот он подъехал, и где-то примерно, ну, вот в этом вот квадрате примерно, ну, судя по их видео, которое они выложили, где-то примерно здесь лежал труп. Вот они, следы автомобиля, вот, заезжал. То есть, получается, вы труп не обнаружили? Нет. Получается, кто-то подбросил, есть видео, да? Видео они сами засняли, как труп лежит. Видео, как вот он отсюда едет сюда, Ирина Гузенко здесь что-то делает, и потом, как он уезжает. Что тут было у нас, к сожалению... В общем, они подъехали, что-то сделали. Да, и уехали. Есть видео, как труп тут появился, да? У них, да, есть. А там видно на фоне, что Этамина здесь в приюте находится, или просто земля? Просто земля. А тогда с чего это в вашем приюте лучше? Ну, вот к ним вопросы. И также у Тараса видео, которое он отправил в Вайбере в группу этих Верного Сердца, то, что где-то примерно, ну, я так понял, как он объяснил, где-то вот тут вот собаки дрались, вот, то есть тоже непонятно здесь видно. Вот эту часть якобы типа видно, но таких земельных участков, таких заборов, извините, во всем мире миллионы. Что-то доказать, что-то объяснить, сказать... Ну, допустим, смотри, предположим, что это было именно здесь. Они засняли видео. А по факту-то нету ничего? Нету. Если они обнаружили труп, почему они полицию не вызвали? А другой вопрос. Если он, как мужчина, видит, что дерутся собаки, да, и задирает собаку, это уже уголовная статья от жестокого обращения с животными, он должен был предпринять хоть что-нибудь. Как он мне написал, я испугался, я не знал, что делать. Но если ты не знаешь, что делать, зачем ты вообще к собакам лезешь в таком случае? Нет, он стоит, снимает, как нас мне задирают в собаку. Но это уже к нему вопросы в дальнейшем. Потом они снимают видео, как лежит труп. Как я понимаю, при обнаружении какой-то конфликтной ситуации на вашей территории с вашими собаками, он должен был обратиться в первую очередь к вам. Да, а не отправлять в группу верного сердца, потом вызывать сюда Ирину Гузенко, чтобы она тут якобы что-то делала. Все равно, чтобы у кого-то дома дети подерутся, и об этом сразу в опеку, в полицию, в интернет, вместо того, чтобы с родителями поговорить. Абсолютно верно. Вы, по сути, являетесь родителями этих собак, правильно? Да. Они вам принадлежат себе? Да. Все в собственности, есть документы, все полностью как положено. Все официально. Сейчас будем смотреть собак. А это кто приехал? Веднадзор? Это Веднадзор и городская ветеринарная служба. Состояние животных некритичное. Собаки в удовлетворительном состоянии. Когда-либо были выявлены случаи жестокого обращения с животными в данном приюте? Ни разу не было выявлено. Критических случаев есть? Критических нет. Прогресс есть в приюте? В сравнении с тем, конечно. Не вопрос вообще, пожалуйста, берите. Ну, какие проблемы? Давайте официально, по договору, пожалуйста, берите собак. Она опа, хобана, заткнулась. Им пишет. Да к Зырянов же пишет, что, типа, короче, они не против вам передать собак. Кто-то не лично, а от верного сердца. Ему, типа, вот нам некуда. Мы там не добились того, что нам надо было. Нам не дали землю. Тут же я скидываю скриншот. Как это же группа, эти же лица. Выставился. Ура, нам выделили земельный участок. Она им, вот, говорит, вот же у вас был земельный участок. Вы же сами про это писали. Они, нет, там что-то, короче, не сошлось с этим участком. Сейчас я опять скинул скриншот, который пришел, отправила мне Людмила Николаевича Батаренок. Ее запрос в администрации по земельным участкам, когда вот эту шумиху назывались, когда ликвидировали. Это она нам сказала. Я ей скидываю, что верное сердце. Запросила у города 4 миллиона 460, что-то там, сколько-то там, тысяч у меня в телефоне это есть. На уборку территории. Город им ответил, ребят, денег нет, ну выдержитесь. Естественно, на этой почте, как бы, они не стали себе брать этот участок. А сейчас они везде ходят, типа, как бы, нам нужен участок, нам нужен участок. Они смотрят на этот участок. А замглава города сказал, что, как бы, они, никто, я звать их никак. И если уже на то пошел, то им земля уже выделялась, от которой они отказались. Изменили целевое назначение земельного участка. Все, поменяли. А они просто отказались от этого. Как с этими людьми дальше работать? Администрация уже видит, у них, как бы, ну, просто действительно провокаторов обычных. Вы нам дайте, ага, а вы нам еще заплатите, а вы нам еще уберитесь на участке. А мы подумаем, брать его или нет. Вот здесь вот, ты сам видел, здесь была городская помойка. Убрались, все привели в порядок. Да, не идеально. Да, как бы, ну, извините, мы это все со своего кармана делаем. Если бы нам выделялись бы городские какие-то деньги, там, или хотя бы, как я сколько раз просил, дайте хотя бы технику. Эту МКСМочку дайте, я сам умею на ней ездить. Я сам тут все вычищу, я закопаю все эти ямы, выровняю участок. На неделю дайте. Я буду заправлять ее сам, масло в нее залью, топливо. Нет? Нет у нас техники. Нормальные собаки. Здоровые? Ну, упитанные. Твощих нету? Нет. Упитанные все? Ну, пока то, что мы посмотрели, пока нет. Состояние какое? Довлетворительное? Довлетворительное. Критические случаи есть? Нет. Жестокое обращение? Жестокое обращение с животными есть? Я еще сходила. Мы пока не обмажемся. Мы еще только начали. Мы с вами даже не ходим, пожалуйста, ходите куда хотите. Надо в вагоны зайти, пойдемте, я вам вагоны открою. Вообще не вопрос. Че ты меня стесняешься? Вы Светнадзоры тоже, да? Нет. Вагонская ветеринарная служба. Ага. Вон у нас собачки спокойно загорают на солнышке, принимают солнечный ванн. Вон. Ора! Ора! Орыч! Ты загораешь. Вот так. Солнечные ванны мы принимаем. Ора! Вот оно жестокое обращение с животными. Орот. Вот я тут начала просто. Признаков болезни не выявлено. Если от руки так будет. Нет, нам надо конкретно, мы вам написали про жестокое обращение. Надо конкретно написать, что есть признаки жестокого обращения? Признаки свидетельствующие. Признаков жестокого обращения животных нет. Трав не было. Все, мы поехали. Все хорошо. Все, пишите договорчики, я буду ждать. Завтра утром напишем и отправим. Девушки милые, на канале Сургутнадзор 17 видео про приют. Вся правда. Да, конечно, есть практически на всех видео. Я просто без масок не узнаю вас. Нет, дело в том, что у нас много таких документов, но еще один не помешает. Уже много раз приезжали, я сам присутствовал. И ветнадзор, и городская служба, кто только не приезжал. Ни разу никаких... Ни разу никаких нарушений не выявлено. Не почешешь, не пройдешь. Здравствуйте. Мы ехали к вам в гости. Здравствуйте. Да, вы не хотели изначально нам позвонить, чтобы потом уйти к нам в гости? Вы осознаете опасность данного мероприятия? Конечно, осознаю. Да, потому что тут собаки, понимаете? Да. А где не упокоят? Опять спину сломали? Нет, не сломали. Нет? Как и в прошлый раз не сломали? Как и в обстановку. Обстановка замечательная. Все хорошо. Хороших людей пускают. Ну, а собак? В отличном. Вот только что акции оставили. Вы с какой целью интересуетесь про собак? Общественность интересуется. Общественность? Конечно. Вот ветнадзор, вот городская ветеринарная служба. Видите комментарии у них. Спрашивайте у них. Хорошо. А вы со своей общественностью, где люди, простите, работают техническим персоналом. Как они могут рационально вообще в каком состоянии собаки у меня оценить? Что вы головой-то активаете? Я вам вопрос задал. Ну, соответствующие службы оценили. Вы СМИ, вы по профессии кто по специальности? Журналист. Журналист. Вы вот можете, вот идет у меня собака. Вы можете прокомментировать, в каком она состоянии у меня? Давайте я сейчас поговорю с экспертами, а чуть позже с вами. Признаков нет. Нормально выглядит. Я не умею разговаривать. Ничего страшного. А что говорили, что они там... Травм нет. Истощения нет, падежа нет. Ничего нет. Жестокое обращение нет? Нет. А тут не считали сколько собак? 142 собаки. 142 собаки. Всех кормят? Всех кормят, пуст. Просто они вдвоем, может, где-то не справляются. На работу же еще ходят люди. А то, что составили акт, что тут они незаконно занимают территорию администрации? Мы не составляли ничего. Это не наша компетенция. Ну, то есть проверили просто животное? Да. Мы осматривали здоровье, о наличии травм. Ничего не было. И учет провели, что собаки есть в наличии. Есть. Хорошо. Понятно. Видите, даже в отпуске люди вынуждены защищать собак. Защищать собак. Защищать именно. Пойдем. Опозданно. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Вот, давайте вернемся. Вы журналист? Все верно. Да? Удостоверение спроси, Максим. А вот оно, удостоверение. Конечно, у меня все есть. Фотографии нет. Все есть. А вот есть. Все есть. Клярова Юлия Витальевна. Абсолютно верно. Давайте тогда с вами тоже знакомиться. Удостоверение номер 17. Давайте. Вас как зовут? Меня зовут Максим. Максим, очень приятно. Вы здесь в какой должности? Я? Ну, это наш приют. Вы владелец приюта? Я заместитель руководителя. Я владелец в кругу, я заместитель руководителя. Хорошо. Я сейчас послушала заключение веднадзора. Подождите паузу, делайте, пожалуйста. Собаки в надлежащем состоянии, все с ними хорошо. Тогда на другую тему с вами поговорим. Вынес суд постановление о том, что территорию нужно будет освобождать. Такого еще нет, такого еще вынесения не было. По крайней мере, если оно есть, то нас с этим никто не ознакомил. Ну, я разговаривала с судом, постановление есть. Видимо, тогда... О ликвидации организации. О ликвидации организации, да. Прекрасно. То есть, и о том, что кто-то подал на нас в суд о ликвидации организации тоже, нас никто не оповестил. О том, что судом... Нет, это я перечисляю, что чего не было. Судом было рассмотрено дело вообще в единичном составе, то есть там был только суд. Ни отца, ни от вечера, никого не было. Это называется особый порядок. Особый порядок может рассмотреться при согласовании обеих сторон. Такого не было. Мы никаких документов не подписывали, нас никто не вообще не оповещал об этом. Далее, вот сегодня был Садыков. Нас интересует территория. Да. Ну, что, вот потом... Сказать, знаю, что нас дрочит, мне дрочит. Но... По его должности, я говорю, Владимир, покажите, пожалуйста, постановление, протокола, еще что-то. Я не знаю, с кем вы разговариваете, все, 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 и уехал. То есть я ему задаю прямой вопрос, он уходит. А когда вот тут говорит, что он там делает со своими интимными подробностями... У нас дрочит, мне дрочит, но... Это есть на видео в интернете. То есть вы, наверное, видели. Поэтому как бы он нас и не взлюбил. Когда задаешь ему прямой вопрос, Владимир, вот вы якобы были здесь на проверках, покажите хотя бы один протокол. У нас стоят камеры наружного наблюдения, также я снимал на свой личный телефон, как он сюда приезжал. То есть это была не проверка. Он просто приехал, погулял по территории и уехал. Потом оказывается, есть протокола, есть комиссия, есть решение. Нас интересует территория. Да. Ну, что, вот потом... У нас дрочит, мне дрочит. На комиссию, когда нас вызывали, со мной присутствовали тоже третьи лица, присутствовали на законных основаниях. Ну, все как положено. Да, ходатайство, имеется как бы присутствие, мое разрешение, доверенность у человека, имеется на представление интересов. Комиссия просто зачитывала суть обращения и уже не давали мне не сказать ни слова, ни ходатайства заявить, ничего. Что, коллеги, штрафуем? Штрафуем. Как штрафуем? А давайте на 15 тысяч, а давайте. На это тоже имеются три видео. Все эти три комиссии снимались на видео, то есть стояли видеозаписывающие аппаратура, оборудование. Снималось это все на видео, фиксировалось. Потом, как оказалось, Владимир Садыков. Нас дрочит, мне дрочит, но. Написал заявление в Минюст о ликвидации нашего НКО. Нас никто ни о чем не оповестил вообще. И Минюст уже подал заявление в суд, в городской суд, не в арбитражнику, да, а именно в городской суд гражданский. К гражданским делам. Опять же, это все странно. Почему не было ни ИСА, ни ответчика? Почему суд был гражданский? Ну вы, получается, апелляцию вслепую, да, подали? Апелляцию мы подали, да. А когда подала апелляция? Нет, апелляция была подана, точно дату вам не скажу, но она была точно в сроке. В сроке мы успели все подать. Пока еще тишина, пока мы ждем ответа, ответа еще нет. То есть в то время, пока идет апелляция, вашу некоммерческую организацию общественную ликвидировали? И исключили из реестра налоговой? И так что мы сейчас вроде и ликвидированы, а вроде и незаконно ликвидированы. Земля у нас есть, договорные отношения аренды с нами еще никто не расторгал. Изъятие земельного участка, процесс еще никто не запустил. Ну что договорные отношения есть, и они еще не расторгнуты, это да, действительно так я узнавала. А вот постановление о ликвидации НКО уже опубликовано, я его видела. Ну оно опубликовано, я еще раз вам говорю, что... Оно не вступило в законную силу. Есть апелляция, и этот суд, я не знаю, наверное, все-таки, скорее всего, мы будем подавать иск в прокуратуру, потому что суд прошел в очень странной стечении обстоятельств. Не было ни ИСА, ни ответчика, нас ни о чем не оповестили. Когда Владимиру Садыкову... Она сдрочит, мне сдрочит. Надо было найти меня, чтобы передать мне повестку на комиссию. Он приехал в больницу, я проходил медкомиссию, он приехал в больницу на такси. Она сдрочит, мне сдрочит. Пошел на третьем этаже, сам оплатил, снял копию, и мне вручил повестку на комиссию. То есть, у него, когда был интерес... Она сдрочит, мне сдрочит. Он приехал аж туда. Когда на другую комиссию, опять же, он меня хотел вызвать, он сюда прислал курьера. Курьер здесь простоял два часа, так как он не мог дозвониться до меня, потому что у меня телефон лежал в бытовке. Сами понимаете, когда занимаешься собаками, телефон уходит бесполезно, все равно не услышишь его. Я потом уже увидел, что здесь стоит какой-то автомобиль, как бы вышел человек, мне вручил повестку. То есть, когда он свои интересы преследует... Она сдрочит, мне сдрочит, но... Он находит людей. Когда ему надо тихенько, без шума, без криков, без ничего, чтобы... Она сдрочит, мне сдрочит, но... Как-то вот так вот, ага, так, надо ликвидировать. Ага, чтобы ликвидировать, надо, чтобы они шум не поднимали. А мы вот так вот быстренько, ага, ты-ты-ты-ты-ты... Вроде бы как бы извещение отправил, но вроде бы и оповестил. А вроде бы и не оповестил. Она сдрочит, мне сдрочит, но... Ну, он же чистенький вышел из этой ситуации. Был уже ответ вам на апелляцию или еще ее рассматривают? Нет, еще ответа не было. Мы ждем, ожидаем. На данный момент происходит правовая и юридическая коллизия. В стадии апелляции некоммерческую организацию ликвидировали и исключили из реестра налоговой. Да. Я теперь понимаю, так как вы... Ну, так как организация ликвидирована, нет возможности объявлять сбор средств. Нет возможности покупать животным что-то или... Почему? Как физическое лицо. Как физическое лицо. Волонтеры сюда периодически приезжают, помогают как-то с кормом или нет. Кто их сломал? Мы не ломали. Кто их сломал? Мы не ломали. Кто такие волонтеры? Ну, добра в голову. Я могу показать видео. Вот эта организация верной средств, то есть себя называют волонтерами. Они вот здесь вот сфотографировали корм, который они привезли. И у меня есть на видео. Прям я оттуда иду и снимаю видео на телефон. Хотите, я вам даже сейчас покажу. Они берут и загружают его в машину. И это неоднократно. Не одно такое видео. Их несколько. То есть девушки берут эти 15-килограммовые мешки и просто загружают в свою машину и уезжают. Потом в этот же день они опубликовали пост, что они такие хорошие, привезли нам корм. Хорошо. Я вашу позицию полностью поняла. Вы мне доступно объяснили. Можно тогда мы погуляем, посмотрим собачек? Уезжают. Пожалуйста, согласование видео, которое вы будете выкладывать. Пожалуйста, нам на практику. Хорошо. Я согласен. Пойдемте. Передвигайтесь аккуратно. Смотрите, они иногда лежат. Они лежат вроде тихо, но на расстоянии цепи могут выскочить. А где оператора удостоверения? Отлично. Так, подожди, Макс, Макс, подождите, подождите, народ. Юль, у нас просто, понимаете, какая ситуация? Не упокоив, приезжал и снимал тут компроматы. Все, кто не приезжает, снимают компроматы. Что тут все ужасно. Если собаки, если собаки, вот есть собаки, они же тут не вот так вот. Знаете, как бы это было? Они потом наговаривают свой текст, что их никто не кормит, что они в ужасном состоянии. Что это мусорка. Да, это мусорка. Я там что-то дрова. А это стройматериал дрова для кухни. Собака линяет после обработки. Ну, не вычисленный. Можно погарить, подойти. Нет, я не подойду, потому что я в приютах снимаю, но к собакам не подхожу. Это такая личная просто фоция. Он воспитанный. Я нормальный породный пёс. Я верю. Просто одно дело, когда тут правда, есть что снимать, и есть что видно, что там собака лежит, все мертвое. Они же вполне живые, здоровые собаки. Я у сусу обезда надзора, это самое главное. Вы сейчас испугаетесь. Нет, вот, кстати, лежит даже надзор напугался. Нет, вот лежит. Самое милое существо лежит, отдыхает. Он даже голову не поднимет, пока к нему не подойдешь. Да, я вот подходил уже к забору, снимал, вот там дырка в заборе. Подхожу к нему? Я подходил, он даже не среагировал. Это осенняя хендра. Хайс? Нет, нет. Купа. Кычон. Я вот туда подходил, он даже не среагировал вообще никак. Ну, сейчас у нас уже начинается лик, как в осень. Ну, а это же, я бы, вряд ли только у вас, хочу вам сказать. Думаю, у всех табак сейчас. Да? Что жарко говорили? Что? Ну, смысл, к интернету. Бой, не бой. Он нормальный. У меня... Тоже фобия? Плачевный раз. Да ладно. Я вам скажу, как имя. Хаски? Папа. Тюри-тири-ти-ти-ти. Да? Вода есть? Давай. А? Товарищ? У нас есть пес, который вальс умеет танцевать. Ох ты, как здорово. Осталось еще кого-нибудь петь, научить. Вот как раз хаски подливают. У нас была девочка, она уехала. Вот так вот, смотрите вот. На шею сейчас залезет. Вот такие у нас есть собаки. Ну, конечно. Прекрасные собаки. Я даже уже не боюсь. Вот тот у нас, хоть и громадный, он мега игривый. Он добрый. Когда мы только отсюда выходим, они с тобой приходят в пакет. Вот так вот, знаете, разрушают. Еще ветер свое дело делает о собаке, когда походят. Как это вообще. Вы мои видео не видели на канале Сургутнадзор про приют? Про приют не видела, но некоторые. Про приют посмотрите. Там есть видео, вы что, с прошлого года? Там есть видео, как они это делают. Много. Вы посмотрите, что тут было в самом начале. Тут было болото, мусорка и куча торфа. Вас просто подставили конкретно. Вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ. Вам скважину надо бурить. Они привели участок в порядок, а им сказали, все, до свидания. Забираем участок. Спасибо за аренду. Субтитры делал DimaTorzok А кто-то, вы же не про меня везете в конце-то концов. Про собачек же. И про вас. И про нас. Как красиво, девушка. Да. Как приятно. Спасибо большое. Вот верите, нет, вы действительно. Ну, хочется, чтобы все-таки вышло больше собак в кадре, чем меня. Так у меня 17 видео собак в кадре. Это все. Замечательно. Я не переживаю тогда. А про вас только одно. Отлично. Я не переживаю тогда. 17 к одному. Нормальный же факт. Хорошо. Просто вы действительно, во-первых, кто к нам подошел вот так вот, как бы, спроси, что выслушали вторую сторону. Ну, конечно. А из чего строится журналистика? Ну, я не знаю. Спросите у ТРК Югория, как они это все делают. Ну, мы не ТРК Югория. Они вот там, но стоят. У Владимира Садыкова, опять же, вернемся к нему. Да, его очень. Вот как, вот тут не упакуй его и любишь. Я Садыкова так вот люблю. У нас дрочит, мне дрочит, но. В 17.00 заканчивается рабочий день. В 17.55 он тут стоял журналистом и рассказывал, как все плохо. У нас дрочит, мне дрочит, но. Мы еще успели до конца рабочего дня. Это у вас вообще не нормированный рабочий день. Чем вы больше снимете интересного, тем же вам лучше. А он понимает, вот чиновник. У него 17.00, все, он пиджачок свой расстегнул, рубашечку снимал, газ в 16.00, да. А он тут стоит в 17.55, как чиновник, рассказывает, как все плохо. У нас дрочит, мне дрочит, но. Либо, если у него ненормированный рабочий день, тогда да. Поехали. Было важно услышать тоже вашу версию. Звоните, приезжайте по части. Я же говорю, в 17.00 видео отснято. Смотрите, там все рассказано. До свидания. Абсолютно. Благодарю. А не упокоив-то это, работает или нет? Или уволился? Нет. Уволился или что он? Куда-то перешел? Спину-то залечил? Или с больной спиной поехал куда-то? Не знаете? И мы не знаем, ломал он спину или нет. Вас можно узнать, как спина, в порядке, в которой мы якобы спину поломали. Точно, не упокоив. Не упокоив, тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Ты не знаешь искусство журналистики. Да? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok